Всем привет, с вами Алексей, 27 января 2020, 20 километров от Харькова И сегодня мы продолжаем нашу серию, где рассматриваем орешки фундука Сортовые, в основном сортовые, либо какие-то удачные сеянцы И рассматриваем их свойства, взвешиваем и обязательно пробуем в жареном и сыром сухом виде Итак, начнем, сейчас одну секундочку Вот так Сорт, который у меня идет под названием Корончатый Это рабочее название, так как возможно это другой сортовой орех Покупались эти орехи у ученика профессора Остапенко Поэтому немножко с названиями, я был молодой парень тогда, это было много-много лет назад По-моему 18 лет назад я покупал и как-то над сортами не заморачивался Мне главное была морозостойкость И все сорта, которые мне дали, это были морозостойкие сорта Я определился сейчас с этими сортами Некоторые я вывел за ненадобностью, я делал про них видео Вот, ну, покупал я пирожок Как он оказался потом, оригинал По крайней мере так меня заверяют в институте лесного хозяйства Так, сейчас вам покажу Так, пирожок убрал, смотрите Пирожок я показывал и вот такой еще Боровской я покупал вместе с ним Все, не будем долго останавливаться Хорошие сорта, нормальные Вот давайте про этот корончатый буду рассказывать Форму у него примерно вот такого плана Это один из самых, конечно же, крупных орехов Пирожок он, ну, немножко недоперекрыл А это крупный, а так он имеет размер выше среднего Вот оригинал, оригинал шедевра рядом, без полива выращенный Этот поливался в том году, когда выращивался Видите, одинакового размера Конечно, шедевр будет крупнее Вот этот шедевр, который я сейчас показываю Я вам его покажу со всех сторон Этот шедевр получен Мне достали серьезные люди С самого надежного источника Как именно настоящий, настоящий оригинал Который именно Павлинка вывел Хотите, верьте, хотите, нет Мой шедевр похож на него Я уже делал видео неоднократно по этому поводу Но если надо, будет сделаю еще Так, все, разобрались Пока такая ситуация Давайте взвесим, сколько стоит крупный высохший орех Сорта под рабочим названием корончатый 3,77 Неплохо Орех морозостойкий Высокоурожайный И достаточно мощно рослый Очень достойный орех, я считаю По крайней мере, для каких-то небольших плантаций для себя Можно высаживать Как дополнительный опылитель Он много сережек закладывает Он действительно Очень достойный орех На самом деле Не то, чтобы я его рекламирую Потому что у меня-то саженцы будут его Но их как бы будет не так много По пирожку вообще саженцев не будет Они в основном у меня на обмен идут Там их очень мало Ну корончатого Немножечко будет Скажем так Ну давайте попробуем Теперь Возьмем средний орешек Взвесим 2,97 Не так и плохо На самом деле Почти 3 грамма Не так и плохо Возможно Это окажется Какой-то Сортовой орех Потому что я смотрел Он так И на обильный Похож Там много разных есть сортов Интересных На которые он похож Но посмотрим В крайнем случае Это удачные отводки От удачного сеянца Скажем так Которыми занимались Всякие профессора Хорошие В институтах Лесного хозяйства В аграрных университетах И так далее Так Взвесим ядро Вот такое ядро Хорошо заполняется И оно не звенит никогда Даже в очень Старых орехах Которым несколько лет Я пробовал Ядро не звенит Скорлупа Средне толстая Но вот почему-то Хорошо она держит влагу И орех Видите какой Ровненький Такой кругленький Очень даже ничего Взвесим 1,24 1,24 Так Ну и скорлупу Теперь Остатки 1,73 Ничего сверхъестественного Но результат Более-менее Скажем так Понятное дело Что В этом году У меня будут Его орехи Побольше Я их оставлю Отдельно соберу И тогда уже сделаю Как бы будет спрос На него То я сделаю Уже более конкретное Видео Сейчас у меня Много орехов Не осталось Поэтому там Оно все в перемешку Это для себя Немножко осталось Все остальное Продалось оптовику По цене 80 гривен За килограмм В нелущеном виде Сорта Боровской Немножко пирожка Было подмешано Туда И Вот этого Корончатого Пробуем В нелущеном виде В нелущеном Извините В нелущеном Сыром Сухом виде Сразу же Наступает Приятное Послевкусие И в самом конце Оно становится Мощным 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 Этот орех Практически Несладкий У него практически Не чувствуется Жирность Но Самый Наверное Один из самых Насыщенных По послевкусию И послевкусие Это Господа И дамы Очень приятное Вот это да Вот это хорошо Лоток воды Чтобы немножко Перебить вкус Успокоит Рецепторы Так сказать Так Поджарен В микроволновке Так же как и все И что вы знаете Меня порадовало От него Моментально Отлетела шелуха То есть Для бланшировки И его форма Такая более-менее Круглая Вы знаете Такой орех Наверное Может даже Подойти И для кондитерки Единственный Какой сразу же Минус Вам скажу Этот орех Не знаю Может быть Из-за Толщины скорлупы Или из-за Каких-то Десертных свойств Может они там Что-то выбирают Он Очень здорово Поражается Ореховым Долгоносиком Ореховым Долгоносиком Поражаются Все орехи В принципе Кроме очень толстых Да С очень толстой скорлупой Но этот он Почему-то Любил Больше всего Возможно Из-за того Что у него Не толстая скорлупа Не знаю Но вот Что-то любил Он его Сейчас С этим проблем Нет Потому что Проводятся Опрыскивания Это я рассказываю Когда я был Еще молодой парень Еще ничего Этого не понимал И когда я терял Большую часть урожая Сейчас конечно Этого уже нет Нет уже и куста Этого корончатого Есть отводки Которые будут Пригибаться И он будет усиленно Так сказать Размножаться Потому что Какой-то потенциал Я в нем все-таки Вижу Очень приличный И приятный размер Для кондитерки Я думаю Для такой орехи Для кондитерки подошел А там будет жареный орех Поэтому пробуем его Сейчас В жареном виде Великолепен Он великолепен Не по сладостям Не по жирности А по просто Нереальному послевкусию Честно Ни рекламы ради У меня его И саженцев будет немного Но на самом деле Этот орех По вкусовым свойствам Причисляю смело К десертным Смело Моментально Ну что Давайте поставим Ему за это лайк Поблагодарим его лайком За его Так сказать Старание Что он получился Таким удачным Буду усиленно Размножать этот орех Естественно Вот для того Потому что Несмотря на свои Средние размеры Опять же Это бесполиво В этом году На старой ветке Сейчас я его Вывожу штамбом И посмотрим Какие результаты Он покажет На штамбе И С хорошим уходом Я думаю Что орех будет Еще крупнее По наполненности Ореха Ну давайте Вот еще один Расколем Чтобы Проверим Просто Просто проверим Да Ну Мне кажется Все в порядке Наполненность ядра 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 Полностью Заполнена Все Не сильно Толстая Скорлупа Отлично Все Ставьте лайк Пожалуйста Обязательно Подпишитесь На канал Обязательно Поставьте Прожмите Колокольчик Для того Чтобы ничего Не пропустить У меня будет Много видео Еще про орешки И соответственно Очень много Видео Про фундук Мы будем С вами Вместе Выполнять Работы По фундуку Поэтому Кого интересует Фундук И все Что с ним Связано Подписывайтесь Прожимайте Колокольчик И поставьте лайки Все Всем спасибо Кто смотрел Всем огромный Огромный привет Из Харькова От сорта Под рабочим Названием Корончатый Всем пока